Добрый день, дорогие друзья! Нахожусь сейчас в городе Запорожье, возле инфекционной больницы. Рассказываю про сам город Запорожье. Здесь очень маленький процент вообще, я так понимаю, либо обследовавших, либо заболевших, либо выявленных. В общем, неважно, их очень и очень мало, поэтому город живет своей жизнью. Я проехал, служил по городу, посмотрел все, как было и в прошлом, и позапрошлом. Я здесь достаточно часто бываю в Запорожье, поэтому город ничем не поменялся с прошлого, позапрошлого и пятилетней давности. Люди живут себе так, как жили, ковида никакого нет, инфекции никакой нет, и, собственно, все хорошо. Более того, на заправках вообще нет ни у кого масок. Так вот я заезжал, заправлялся, сам зашел только один в маске, на меня посмотрели, как на придурка, покрутили пальцем в виска, ну, образно там где-то на своей голове, и, знаете, как отпустили с Богом. Но суть в другом. Сейчас я нахожусь возле инфекционной больницы. Видите, как областная инфекционная клиническая больница города Запорожья. Что меня здесь больше всего интересует? Первое-наперво, вообще, как больница работает сама по себе, инфекционка, она же у нас считается одна из, в области, одна из самых особо небеспечных, то есть должна быть закрыта. Но, как мы видим, она открыта, видите, да, сейчас я пойду спокойненько через себе ворота и буду ходить. Ну, собственно, сейчас так и сделаю. Вот областная клиническая больница. Теперь поехали. Рассказываю, что здесь происходит. В больнице, это одна единственная больница, которая принимает абсолютно, ну, всех с подозрением, либо без подозрения, неважно. Кстати, двери, видите, уже открыты, да. Этой больнице помог один очень богатый человек с Донецкой области. Не буду говорить, кто, но вы должны знать фамилию этого человека. Плюс-минус на 40 миллионов гривен была поставлена сюда защита. Кстати, вторая дверь, он открыт, а тоже видите, да. Ну, то есть инфекционная больница, которая должна быть закрыта, она открыта. Окей, поехали, посмотрим, вообще поговорим, узнаем, кто здесь, что здесь, какие карантинные методы соблюдают, и вообще, что происходит. Напоминаю, город Запорожье. Вот, смотрите, тоже. Видите, даже вообще без маски молодой человек пошел. Сейчас мы за ним пойдем, сходим, узнаем, что это такое. Это рентген-кабинет, да, рентген-кабинет, да, рентген-кабинет. Здесь все открыто. Здесь также все везде открыто. Вот, я так понимаю, это либо боксы, либо что-то еще, сейчас мы узнаем. Ну, просто, я вам просто покажу, чтобы вы для себя понимали, что происходит в самой больнице. Чтобы не заболел ни зимой, ни летом, руки мой перед едой и после туалет. Ага, вот прямальное видение, где лежат, скорее всего, ковид. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, журналист. Мне надо пообщаться с двум врачом. Где мне его найти? Следующий корпус. Да. Тут наискосок тропиночка. Следующий корпус, вход с сего. С той стороны. Как его зовут? Владимир Леонтьевич. Владимир Леонтьевич. Я так понимаю, это в этом корпусе у вас, да, с подозрением на ковид люди лежат, или нет? Это приемное отделение. А, это просто приемное. А где они вообще лежат, в том корпусе, либо там, где-то, где они лежат? Везде лежат. А, они по всей больнице лежат, да? Ну, лежат, которые с подозрением, которые выявлены уже. А скажите, ну, пока у вас, прошу, приемное отделение, все-таки вы, чей, который первый встречает это, у вас там везде двери открыты в инвестиционных больницах, нормально? У нас все закрыто. А он только что, заснял, все открыто. Вот, дверь открыта в этом корпусе, с той стороны дверь открыта. А они все по боксам. Это сотрудники ходят. Они все по боксам. Ага. Все спрятаны, никто не выходит. Да, у нас боксировано. А скажите, что у вас вообще по защите, чтоб я знал? Ой, знаете что, давайте или к заведующей, она временно исполняющая обязанности. Я просто вижу, что вы не боитесь, поэтому спрошу вас. Нет, я бояться не хочу. А нужно бояться. А на кого у вас? Не, меня нет, ковид. Или всякую ересь. Нет, ковид, да. Вот, видите, с навесом. Да. Это заведующая приемного отделения, да? У нас заведующая приемного отделения и временно исполняющая обязанности. Ага. Ольга Ивановна, да? Да, Ольга Ивановна. Ой, мы сейчас к Ольге Ивановне зайдем и пообщаемся. Добрый день. Добрый день. Мне нужна Ольга Ивановна. Ожидайте. Сейчас занята. Занята, да? Ну да, они с заведующими пытаются. Ага, я понял. Ну, сейчас пока подойду. Ну, пока Ольга Ивановна занята, вы уже видите, как сотрудники соблюдают правила безопасности, особенно в приемном отделении. Давайте все-таки посмотрим, что у нас вообще в этой больнице происходит. Ну, больница в стиле инфекционки, как правильно сказали, то есть последние 27 лет уничтожали. больницы, поэтому, собственно, ничего здесь нового мы не найдем, не увидим. Бактериологическая лаборатория у них. Кафедра детских инфекционных болезней. Тоже, наверное, все же открыто, да, в кафедре. Совок совком, конечно. Да, здесь инфекционные болезни. А запах, кстати, такой, чтобы вы понимали. Совка совка. Где-то, как вот у меня есть в городе, в городе Киеве, дворец спорта. Ой, не дворец спорта, дворец пионеров. И вот там весь актовый зал, вот такой вот запах. Вот еще тот. Восьмидесятых, семидесятых годов. Где-то детки кричат здесь, я слышу. Так, пока Ольга Ивановна занята. На территории инфекционной больницы нет ни режима масок, никто не ходит. Это нормально. Сейчас мы попробуем сходить в этот корпус. Здесь я вам уже показал, что открыто. Да, я заскочил в город Запорожье, в инфекционную больницу. Ну, в общем, короче, какой корпус ни заходи, смотрите, все открыто. Везде двери открыты. Отделение анестезиологии интенсивной терапии. Четвертое отделение, но антисептик, по крайней мере, есть. Так, там палата. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас открыто все, я журналист. Добрый день. Добрый день. Я журналист, у вас все открыто. Свободный доступ, можно зайти вот сюда, где люди лежат в палате. Ну, палата закрыта. Ну, нельзя чужим сюда заходить. Ну, выходите, администрация находится в соседнем. Нет, я понял, что администрация находится в соседнем. Я понимаю, у вас двери открыты, понимаете, можно зайти. Сейчас я, если бы, добрый день, я бы пошел сейчас в палату снимать пациентов, правильно? Хорошо. Нельзя такое делать. Тем более, почему мы без маски, в отделении? Потому что я в северку, да. Неважно, вы находитесь в потенциально опасной зоне. У нас здесь находится чистая зона. Вы, наверное, не понимаете. Согласно приказу, с 22-го числа у нас идет сильный карантинный метод, который в Вилле. Вы знаете, да? Вы меня не трогайте за руку, пожалуйста. Я журналист. Сейчас препятствуете моей журналистской деятельности. 171-я статья, вам что-то знакомо? Мы что-то все сделаем, и я уйду, договорились? Давайте не препятствовать, хорошо? И я вам серьезно говорю. Потому что я буду писать заявление в полицию, полиция будет сюда приезжать. Если хотите посмотреть, посмотрите вот эту фамилию и посмотрите, что творится в Фейсбуке. Закройте, пожалуйста, так, чтобы чужие не ходили. Халатность номер 2. Берут за руку, ходят с перчаткой, без перчаток, без масок, обычный медкостюм. Меня взяла за руку в инфекционной больнице старшая медсестра. Не понимаю, возможно, может я заражен. А может она заражена. Ну, ни перчаток, ничего нет. Ну, что такое, а? Ходишь, это тыкаешь, мыкаешь всех подряд. С утра до вечера, одно и то же. Вход в отделение категорически запрещен. Вход в отделение категорически запрещен. Крыло после меня и уже не впускает. Отлично. То есть надо просто ходить и вот это тыкать носом. Ну, все равно мы по территории все ходят без масок. Без перчаток, без масок. Инфекционная больница. На секундочку. Не, больные есть. Сказали же, что больные здесь есть. Причем в приемном отделении женщина сказала. Просто халатное отношение и к больным, и к себе. Чистая зона. Чистая зона. То есть, я так понимаю, чистая зона. У них кондиционеры стоят. Все, закрыто. Вы говорите, сейчас пишите, что может открыло, потому что жарко. У них кондиционеры висят везде там. В чем проблема? Кстати, что самое интересное, я не вижу ни одного больного. Не, где-то там в палатах только что, когда зашел в тот корпус, там где девушка пренебрегала всеми методами защиты, там парни лежали. Я просто их не снимал, потому что не имею права. Но вот этот корпус непонятно. Ладно, пойдемте к Кольге Ивановне сходим теперь. Добрый день. А скажите, вы же охрана, да? Что я говорю? Вы охрана, да? Да. Я журналист. А скажите, у вас есть козивка закрывать двери, не впускать никого на территорию? От Ольги Ивановны. Такой козивки нет. Немного. Люди приходят в центр, сдавать анализы приходят. Ну, как это? Ну, чтобы соблюдать, чтобы они должны были все в масках быть. Это инфекционная больница. В масках их очень мнувало. Ну, я сейчас... Что это такой поток? Вы видите, у нас поток. Ну, вот я вижу просто, что все вообще без масок заходит. Смотрите. Ну, это больной человек пришел. Я знаю. Я надевлю. Откуда я знаю? Ну, так тоже нельзя. Ну, мы же боремся с этим, а? Не знаю. Я же не имею права заставлять. То есть, вы даже не имеете права остановить? Нет. И сказать, почему без маски? Ну, этот... Я же не имею права заставить и драться с ним. Не, ну, драться-то понятно нет. Вы видели, как сегодня показывали троллейбус на наш водитель? Да, я видел. Это и в Киеве то же самое было. Ну, просто одно дело троллейбус, другое дело, когда больница инфекционная. Молодая женщина, ей же сто раз объясняли. Ну, то есть, люди сами халатно относятся, да, к этому? Ну, сами люди не хотят. Ну, вы же понимаете, разрешение на улице можно ходить без маски? Ну, когда вот это массово. Ну, получается, все приняли, что можно теперь совсем без маски ходить. Ну, вот в маске тоже девушка идет. Она на иностранном языке разговаривает, я ей не могу его пести. А я пойду к Ольге Ивановне. Спасибо. Да. Вот вам, в принципе, и ответ. Кстати, уважаемые горожане города Запорожья, не забывайте, что сейчас открылся летний период времени, и все киевляне, такие как я, и не только такие, как я, которые неосведомые, ездят через ваш город в сторону Кирилловки, Мариуполю, в ту сторону, на море. И, естественно, вы можете столкнуться с не очень хорошим моментом. Не понял, уже закрылись. Ольга Ивановна есть? И уже закрылись, да? Ольга Ивановна, я же вас вижу в окне. Мне что, полицию вызывать? Что же вы закрываетесь? Добрый день. Добрый день. Ну, уже свободно, да? Можно к ней зайти? Входите. Отлично. Я думал, полицию вызывать. Добрый день. Ольга Ивановна, у меня к вам вопрос. Я же журналист, видите, да? Я говорю, Антон, тот, который по всей стране путешествует, посещает больницы, помогает больницам, а иногда и наказывает. Сейчас я хочу поговорить с вами. У вас отделение, которое просто первонаперно, которое попалось мне сейчас в прямом эфире, все открыто. Заходишь. Старшая мистера сидит в ординаторской, чем-то там занимается, двери у нее закрыты. Вот свободный доступ. Это в какое отделение? Вот, сейчас вот здесь, вот с правой стороны, вот там чуть ниже. Не, она уже после меня закрыла, конечно. Просто она сказала, хорошо, конечно, я сейчас закрою. Я говорю, подождите, у вас все открыто было до этого. И у меня здесь все записано, зафиксировано, и люди увидели. А с целью вы пришли? С целью у нас сейчас карантин. Да. Причем введен жесткий карантин с 22 июня. А пойдемте в административный курс. Хорошо? Идемте, идемте. Не, ну вы же так понимаете, пока временно исполняющие обязанности я начнет? Ну да, медичную дорогу. Вот. Ну у меня же есть керевники, то я не могу вас, вам и балакать от него просмотр. Не, ну, можете, не можете, вы должны по протоколу действовать. По протоколу какому? 722, 322, где все должно быть в секционной больнице, полностью люди в масках, в перчатках, в отделениях, если миссис страна... Я могу идти без перчаток по территории? По территории, а в отделении? А в отделении? К больным мы заходим в перчатках, конечно. Нет, а почему даже маски сейчас нет у старшей медсестры, которая была в отделении? Она сказала просто, говорит, а я у себя ординарческое могу без маски быть или нет? Вот сейчас мы ее вам покажу. Какое вы были отделения? Вот у нас административный курс. Сейчас, я сейчас скажу, где же я была. Это я обхожу вот эту часть. И вот в этом здании. Вот в этом здании. Вот в этом здании? Вот в этом здании, да, вот в этом. Сейчас я секундочку покажу. Нет, где белые двери? Я уже запутался у вас. Какое-то одно из отделений анастезиологии и интенсивной терапии. Где? А, ну, значит, вот там вот. Вот я зашел туда, и девочка говорит, да, берет меня за руку, причем, что самое интересное, она говорит, выходите. Я говорю, я выйду, вы за руку не берите, вы сейчас не должны это делать, потому что вы не знаете, кто я. Правильно? То есть сотрудник может медицинский брать за руку в сонном отделении другого человека, не зная, грязно я, не грязно. Да, да, причем, что самое интересное, я на камеру заснял. Я говорю, уберите руку. Да, сюда. Есть вам наиграть? Нет. А Ольга Владимировна? Нет. Николай, в облраду. А, вообще в облраду все ехали. Ну, то есть мне можно ехать в облраду прямо с губернатору и показывать все, что у вас здесь творится. Я еще не знаю пока. Ну, сейчас можем сходить вместе в интенсивную терапию, на физиологию. Нарушения у вас уже выявлены в больнице. А вам, понимаете, помогают люди с Донецка, богатые, а вы так нарушаете все это. Он тоже это увидит. Ну, я не спорю. Я тоже свой песочник защищаю всегда. Тем более у вас там кондиционеры есть. Еще предположили, что у вас там уже жарко быть, поэтому двери были открыты. Ну, кондиционеры-то есть. Сейчас посмотрим. Ну, она после меня закрыла, конечно. Это же понятно. Вы просто потом можете зайти ко мне на страничку и посмотреть начало всего этого разговора. А с какой целью вы приехали? Проверка. Проверка? Конечно. Санкционирована тем? Мною лично, как журналист. А, просто лично? Конечно. Да, плюс, вот Степанову обычно все это выкладывается. Знаете, кто такой Степанов? Даш? Да, не знаю. Вот. Каждые мои поездки просматриваются. Это то, чтобы посмотреть, кто что нарушает. Кому сделает доганы, кому не сделает доганы. Вот, я подошел, дверь была открыта. Вот эта? Да, вот эта была. Это чистая зона, сюда заходят сотрудники. Не важно. Она должна быть закрыта. Почему? Потому что я мог сразу попасть уже в палаты. Палаты дальше находились сразу буквально вот по коридору. И если бы я к ней не зашел и не сказал тук-тук. Не зашел куда? Вот, в ординаторскую сюда. То я мог бы дальше пойти в палат. Вот видите, сейчас уже дверь закрыта. Ну, наверное, вы попали в тот момент, когда заходил сотрудник. Нет. Потому что я здесь стоял очень долго и просто снимал. И говорю, ну что, дверь открыта, наверное, дышит воздухом. И стоял, ждал, когда кто-то выйдет. Знаете, может быть, обеда? Может быть, можно не беспечиться? Ну, конечно, они же сюда заходят. Время обеда. Сюда заходят. Есть звоночек. Понимаете? Ну, вот если не дай бог, я болен. Вы сами понимаете, да? Или бы больной на голову психически нездоровый человек. Как вы думаете, что я бы я мог здесь сделать? Диверсию. Правильно. Правильно. Везде можно сделать. Люблю больницу. Инфекционка. Это одна из самых, считается, режимных объектов на данный момент в период пандемии. Не больница для доключенных. Понятно. Но вы должны пациентов сохранять от нас непонятно каких. У нас пациенты закрыты на ключи. Даже если бы вы дошли до бокса в цели диверсии, вы бы не попали. А если бы я там наплевал везде? Ну, давайте не будем уже обстрелываться до фирма ужаса. Ну, почему? Вы знаете, что сейчас такие есть провокации? Что в России были, что в Белоруссии. Ходили больные, просто плевали. Делать было нечего, понимаете. Вот он заболел. Вы могли бы наплевать даже, знаете, на территорию, правильно? Конечно. Территория, да. Ну, сам корпус, ну, извините. Ну, ну, извините. Ну, согласитесь, есть нарушения? Нет, не согласны. А, не согласны. Хорошо. Ну, тогда будем разбираться. Вы попали в чистую зону. Вы никак не можете здесь не заболеть, не заразиться. До больных вы никак не можете подойти. А попасть в целях специальных. Вот нужно вот так дверь открыть. Смотрите, вот и вся диверсия. Да. Вот, открывается дверь на звонок. Вы заходите и плюете. Ну, я же мог сейчас вот там отходить. Давайте мы их закрыли. Гипотетически. Правильно. А почему у старшей медсестры маски вообще нет? Она находится на чистой территории. А почему мне говорить о том, что я тоже на чистой территории нахожусь, правильно? Ну, вы дышите на нос. Только старший мистер тоже дышит. Подождите, вот сейчас мне уже интересно. Только что мне сказали, почему у меня маска чуть ниже носа была, да? А почему у старшей медсестры в отделении не было маски? Ну, потому что... Потому что это чистая, обработанная... Тогда почему вы мне говорите, чтобы у меня была маска? Маска предназначена для того, чтобы вы закрывали и рот, и нос. Отлично. старшими сестре не нужно это делать вы должны по протоколу 10 протоколы знаете 322 какой протокол 322 от 20 апреля протокол вы должны знать в имиде какой протокол что написано не вызывать полицию показывать им запись это не вызвать полицию скажите я хочу чтобы вы соблюдали правила вы сейчас сопротивляетесь понимаете вы мне только что сейчас начали сопротивляться рассказать о том что что ты хочешь что вы хотите зачем вы сюда приехали диверсии все остальное ну согласитесь просто и все скажите блин сделаем не берите меня за руку я вас очень прошу вы мне тоже не должны брать не перчатках никак когда вы же научитесь но скажите мне я ищу помимо того что журналист еще зампредседателя медицинского профсоюза тот который защищает вас понимаете должен защищать но вы нарушаете все свои правила поэтому я не буду защищать те кто нарушает девочки пожалуйста чтобы не было конфликта чтобы эта запись потом не была передана в мост прокуратуру заново полицию том что у нас период пандемии нарушение идет а потом вы же не дай бог если заболеете вы думаете что четыре человека больных во всем запорожье все хорошо сейчас киевляне он ездит с утра до вечера в териловку поверьте поэтому пожалуйста соблюдайте правила ну сказали четыре человека в запорожье больных на к вида ну да вроде вас информации 44 человека всего поэтому запорожье более-менее нормально и пандемии никакой нет интернет сколько запорожье сейчас больных официально сколько в городе запорожье больных официально вашей больнице 24 увидите говорит 4 а интернет говорит 4 понимаете поэтому все расслаблены себя чувствуют я сейчас только не я сейчас не уточнял и говорю что согласно интернета правильно я так сказал согласно информации с интернета есть четыре человека поэтому скорее всего запорожье никто не соблюдает правила и всем все равно я вас очень прошу давайте чтоб не ругаться о вот это тоже вот скажите как медик скажите своим запорожцам почему не зовут я смотрел маршрутках практически никого масках нет на заправках нет вот скажите потому что ваши запорожцы не верят они говорят к вида нет это все выдумано понимаете вот как медики скажите это тяжелая ситуация вообще вот к вид то есть на самом деле это может быть заражен человек любой который в транспорте в маршрутке то есть принципе вот инфекционная больница господа запорожцы если вы будете не соблюдать правила будете не дай бог здесь в этом отделении все вот и все но самое главное девочки но не хочу с вами ругаться супер спасибо это феномен гура уже все знают если вы посмотрите весьма фейсбук я случайно попадаю каждый раз куда-то я не хочу я реально не хочу ругаться поверьте мне наоборот вы для меня 30 числа я буду проводить митинг с медиками для что повышать зарплатную зарплату вам чтобы вносили парламент законопроекты понимаете вот что я хочу сделать ну вы должны для начала показать пример понимаете слава богу спасибо опять же согласно и согласно опять же интернету 55 больницу в городе запорожье которые принимают больных на ковид то есть вторая третья волна я понял все все не ругаемся пасе ну я вас очень прошу патьято вменяемый адекватный при какой-то нехороший еще спасибо я надеюсь что немножечко ситуация поменяется после этого не будем ругаться кстати скоро кого-то снова везет видите да то есть люди все-таки свозят поэтому господа запорожцы правильно в рассуде назвал то меня каждый раз коверкают будьте пожалуйста внимательны и будьте благоразумны помимо того что сами медики по себе видите чуть-чуть халатность все-таки блин допустили не очень хорошо да к отделению приехала еще скоро я привозить человека будьте внимательны 24 человека в инфекционной больнице с подтверждением стопроцентным и шесть или сколько она сказала 4 под швелом это уже не сильно хорошо я не знаю сколько у нас щаски она будет приехать узнать но в любом случае вот так поэтому инфекционная больница город запорожье феномен под моей фамилией гура которая приезжает всегда в нужное время и в нужный час чтобы показать вам том что какую халатность и какие проблемы есть у нас в нашей стране все люблю целую поехали дальше